Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сатар. Мы сегодня будем смотреть Glitch Tale 3 Determination. И по сути, меня очень давно уже просили сделать на эту реакцию, несмотря на то, что я сказал, что сделай на весь Glitch Tale. Не надо меня спрашивать, когда будет. Блин, это реально уже достает. Ну, тем не менее, у нас сейчас будет реакция на третью часть Glitch Tale. Через неделю, наверное, будет четвертая, и через еще неделю уже пятая. Что-то, давайте-ка посмотрим. Так, на пол, чтобы сейчас лешать. Это что было? Ты в порядке, малой? Ага, он наупал. Так что, насчет того, что случилось ранее. Да. Мы должны прекратить это. Что именно? Мы не можем просто так перезапускать временные линии. Могут произойти последствия, о которых мы не хотим. Ну, в общем, да. И такое бывает. Представь, что может случиться. Чем больше мы верьте в временные линии, тем больше шансов того, что могут случиться плохие вещи. Вещи, которые не должны были произойти здесь. Ну, вообще, да. Так что, следи за всем, что кажется странным. Большие хорошие вещи случаются обязательно, будет что-то плохое. Так что... Хорошо. Тогда, если я тебе буду нужен, позвони папсу, я буду там. Уф. Она что-то почувствовала, а не увидела дверь. Ай-яй. Пусть пропадет этот глюк. Чара. Ошибки очень забавны, знаешь ли. Я также поняла, что тебе всего лишь нужна решимость, чтобы существовать в этом мире. И эти странные, вающиеся монстры, дали мне достаточно, чтобы существовать в этом мире. Ты... Даже больше, чем есть у тебя. Раз это не действует. Что это, отруди, тут так долго? Уй. Какой пусклевший, что ли. С твоей решимостью и вместе с моей силой все будет гораздо легче. Аж Флауи испугался. Так, он расскажет все сам, что ли? Эй, улыбчивая помойка, вставай! Что ж... Что ты здесь делаешь? Это Чара. У нее фриск. Почему ты рассказываешь мне это? Не пойми меня неправильно. Я все еще тебя ненавижу. Но никто из нас не выживет, если ее будет контроль над временными линиями. Это сложно говорить с таким вот милым голосом. Я все равно тебя ненавижу. Это как-то странно. Случит. Как мило. Это будет интересно. У нас есть комедиант, предатель и мегаломаньяк. Время еще одного эпичного файта, что ли. Ай-яй. Ну, я думаю, что у них вполне шансы равны. Даже, можно сказать, у Санса и Флауи побольше будет. Поскольку, ну, блин. Они двое, а она одна. Их сил немного больше все-таки. Ой-ё-ёй. Успел посарапать. Так. Это что? Добро пожаловать в мой особый ад. Она типа нагрела... А нет. Это еще хуже. Просто взрывы какие-то сделала странные. Это все твоя вина. Нам просто надо было достать шесть душ. Но ты решил проявить к ним милосердие. Ты предал меня, Азриэль. Мы закончили все так из-за тебя. Стоп, я не понял. Я не приявлю к тебе милосердия. Его зовут Флауи и не Азриэль. В этом мире это убей или будь убит, в конце концов. Мне все-таки надо побыстрее пройти ее. Поскольку на имена у меня очень плохо спамят все. Серьезно. Нет. Сейчас, Санс! Сейчас, Санс! Давай. Она в другое... Она отрежет... А, Судака! Каким? Ну сколько чара жестокая, капец. Да уж. Перевел анимацию Айрине Студио. Озвучили Лимон и Айрине Студио. Всем с Поки. Есть сцена после титров. Стойте. Стойте. И щелчок мыши был слышен. Извиняюсь, я взял именно такой вот перевод из-за того, что я другого, собственно, и не видел. Следующая часть, скорее всего, посмотрим от Даби Крабика. Пятая, по-моему, тоже будет от Даби Крабика. Так что мы посмотрим. Но... Это еще жестче анимация, чем прошлое. в следующей части, так что ждите, скоро будет реакция и на нее. Всем спасибо за просмотр, с вами был Флата, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и всем пока!